Хочу поделиться очень интересным и действенным способом засыпать за считанные минуты. Но сперва я расскажу о том, что может помешать этому способу. Первое — перетренд. Если тренироваться слишком много, активируется симпатическая нервная система. Это повышает уровень адреналина и мешает уснуть. Для некоторых людей высокоинтенсивными тренировками стоит заниматься два раза в неделю, а не через день, иначе они не смогут уснуть. Если у вас в комнате слишком жарко, это тоже может помешать вам уснуть. Если вы едите много углеводов, это может лишить вас витамина В1, из-за чего может появиться бессонница. От этого есть простое средство. Принимайте витамин В1 перед сном, от него за считанные минуты появится чувство спокойствия. Витамин В1 необходим для парасимпатической нервной системы. Кстати, лишить нас витамина В1 могут не только углеводы, но ещё и стресс, а ещё излишнее количество чая, так как он содержит кофеин. Казалось бы, это очевидно, но так случается со многими. Если у вас не в порядке микрофлора кишечника, это может серьёзно помешать сну. Полстакана кефира — это пробиотики. На ночь поможет вам уснуть. А ещё даст телу кальций, что тоже способствует хорошему сну. Если у вас инсулинорезистентность, вы не сможете нормально усваивать криптофан из еды. А криптофан превращается в серотонин, а тот — в мелатонин, гормон сна. Это может быть ещё одной причиной отсутствия сна. Иногда, когда люди долго на кетоденной диете или на корневор-диете, у них очень сильно опускается уровень инсулина. А чувствительность к инсулину повышается. То есть рецепторы к инсулину работают очень хорошо, но уровень инсулина низкий. Помните, что инсулин нужен для разных задач. Он помогает усваивать аминокислоты и нутриенты. Но вот, что я заметил. Есть люди, которые долго на кетоденной диете, но которые плохо спят. Полезным будет съедать по стакану-другому ягод во время условного ужина, не превышая норму в 50 грамм углеводов в день. Количества углеводов и клетчатки хватит, чтобы поднять инсулин совсем немного и позволить криптофану проникнуть через гематоэнцефалический барьер, чтобы вы смогли лучше спать. Попробуйте, это может помочь. Если у вас дефицит натрия, возможно, из-за голодания или амада, и вы не едите достаточно соли, то симпатическая нервная система становится более активной. Это может мешать уснуть. Ешьте чуть больше соли в течение дня. Это поможет лучше спать. Теперь я покажу вам способ быстро засыпать. Это настоящий, научно подтверждённый способ. Вам нужно синхронизировать сердце с лёгкими. Суть метода в том, что нужно дышать так, чтобы оптимизировать и синхронизировать биение сердца, кровяное давление и ритм дыхания. Это поможет стимулировать парасимпатическую нервную систему. Она же, в свою очередь, поможет вам хорошо заснуть. Итак, вот секрет. Сперва потренируйтесь делать это с таймером, потому что сложно делать всё точно. Вот что надо делать. Делаем вдох в течение 5,5 секунд, а затем выдох в течение 5,5 секунд. Если вы синхронизируете свои вдохи и выдохи так, чтобы каждый длился по 5,5 секунд, вы будете дышать примерно 5,5 раз в минуту. Это создаёт синхронизацию. Нужно размеренно дышать через нос. И, уверяю вас, спустя несколько минут вы заснёте. Если ещё не смотрели видео о дыхании и о балансе между кислородом и углекислым газом, с помощью которого можно выйти из панической атаки, посмотрите. Вот оно. Вот оно. Субтитры сделал DimaTorzok